Вика, держи, будем. Во всяком бывает. Так, Ксюша в барабан бьет, а мы будем в молоточек. Вот так. Возможности подержать на руках ребенка в семье Рузиных ждали целых 13 лет. Мечта сбылась в троекратном размере. Трое дочерей, две из них близняшки. Отличить-то можно? Можно. Точно, по характеру? Пока по весу. Она рассказывает, дочерей никогда не путала. Прежде всего, они отличаются характером. Старшая Ксюша спокойная и рассудительная. Средняя Милана артистичная и ласковая. Любит классическую музыку. Младшая Вика с характером. Всего добивается криком. Пока мама находит свой подход к каждой, не без помощи бабушек, конечно, папа зарабатывает деньги. Дочери еще совсем маленькие. И Максим единственный кормилец. Сразу такая прибавка в семье. Она не могла никак на нашем бюджете, не могла не сказаться на бюджете. Николай, это мой интерес? Ну, папа один выход. Еще больше работать. Вот и все. Ну, они у нас в ничем не нуждаются. Им обеспечиваем все, что только нужно. Максим занимается частными перевозками. На жизнь хватает. Но за чашкой чая вместе с Андреем Шокином обсуждает самый важный для этой семьи вопрос. Квартирный. Рузины сейчас живут в квартире родителей. И не против получить участок земли, который выдают многодетным семьям. Но есть загвоздка. Я прописан в квартире своей матери, а она прописана у своих родителей. И как мне объяснили, вот в этом кабинете, то, что складывается эта площадь, и мы, получается, не проходим. Знаете, ну ладно, сейчас мы посмотрим, что можно сделать. Но я считаю, что здесь такие случаи, когда он просто не рядовой. Кроме того, Андрей Шокин пообещал помочь этой семье с детским садом. Тоже немаловажная на сегодня проблема. Но, несмотря на целый ряд трудностей, отмечают в администрации, рожать в городе стали больше. В 1907 детишек родилось. На 300 больше, чем в 2011. И есть одна, знаете, очень интересная такая деталь, которую я всегда отмечаю. Мальчиков родилось больше, чем девочек. На 177 мальчишек. Ну, что всегда хочется девчонкам, чтобы мальчиков было больше.